Всем привет! С вами Италий Мещуковский. Мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня будем делать то, что вы видели на превью. У меня уже есть фотографии, ссылка на которую, конечно, в описании, чтобы вы могли попробовать сделать то же самое. Но в целом техника подойдет к любому изображению. Для начала нам нужно отделить наш объект от фона. Мы это сделаем при помощи стандартных опций через свойства выделения предмета. Нажимаем и ждем, пока фотошоп сделает всю магию. После этого дублируем наш объект на новый слой. Временно отключаем, возвращаемся к слою 0. Берем любой инструмент выделения и выделяем наш объект, чтобы от него избавиться. При желании вы можете просто сделать заливку цветом или градиентом фона, поскольку здесь у меня уже есть градированный фон, я просто удаляю объект. Выделяем, идем вкладку редактирование, заливка с учетом содержимого. Нажимаем ok. Все, наш объект исчез. Снимаем выделение, возвращаемся к нашему слою 1. Немного поднимем его вверх. И теперь мы с вами возьмем, опять-таки, я возьму лассо и отрежем часть изображения, просто удалив ее. После этого мы идем вкладочку фильтр пластика. Увеличиваем масштаб, выбираем инструмент палец, подбираем размер, в зависимости от изображения. Вот у меня 280 и начинаем вот таким образом деформировать нашу картинку. Меняем размер, чтобы получать разный эффект. Примерно так. Здесь можно фантазировать, делать как угодно, здесь как вам больше нравится. Нажимаем ok, после чего дублируем наш слой. Нажимаем ctrl-t и отражаем его по горизонтали. Опускаем его под наш основной слой. Назовем верхний слой единичкой, а второй ноликом. Ну, чтобы не путаться. И будем работать со слоем 0. Так, поднимаем его совмещая с верхним краем, примерно вот таким образом. После того, как мы отразили, мы идем вкладочку фильтр, снова пластика и повторяем манипуляции, растягивая уже, в данном, в первом случае мы растягивали, как сказать, вот в эту сторону. То есть у нас больше акцент шел вот сюда. В данном случае мы делаем наоборот. С этой стороны пытаемся увеличить наши вот эти вот разводы, назовем их так. Ну, примерно таким образом. Нажимаем ok, после чего берем ластик и ненужную часть слоя 0 мы просто стираем и получаем вот такой промежуточный результат. Теперь добавим сюда объема. Для этого мы выбираем слой 0, кликаем правой кнопкой мышки, параметры наложения. Выбираем наложение градиента, ставим ему эффект мягкий свет, угол минус 90, непрозрачность 100 и теперь мы выбираем градиент от любого цвета к белому. Здесь мы сейчас попытаемся подобрать оттенок ближе к нашему цвету кофты, чтобы поинтереснее смотрелось. Ну, примерно вот такой. Нажимаем ok, ok и снова ok. Выше нашего слоя 0 мы создаем новый корректирующий слой кривые и черную точку просто подвигаем в сторону. После чего нажимаем значок обтравить и наш эффект распространяется непосредственно только на наш нижний слой. Здесь я смотрю, что вот в этой области у нас совсем наш нижний слой 0 не выходит, поэтому мы еще раз проведем пластику именно в этой части. Фильтр пластика. Добавим сюда еще эффекта. Окей. Да, так гораздо интереснее будет. Дальше. Станайся выше слоя 0, чуть выше кривых. Создаем новый пустой слой. Режим наложения ставим ему умножение. Выбираем серый цвет, примерно такой. Окей. Берем обычную кисточку, подбираем нужный нам масштаб кисти. Жесткость на 0 и теперь прорисовываем тень внутри нашего объекта. Тень прорисовали. Вернемся к слою 0. Возьмем инструмент палец и теперь внутри вот нашего вот этого слой есть вот эти светлые полосы, как вы видите. И мы их сейчас немножечко подправим. Подбираем нужный нам масштаб. Отлично. Ну для того, чтобы создать объем, становимся на слой 1. Создаем новый пустой слой. Зажимаем Alt, наводим между слоем, но созданным и слоем 1. Кликаем. Создаем травочную маску. В режим наложения ставим экран. Подбираем какой-нибудь желтый цвет. Вот такой. Окей. Берем кисточку, мягкую, небольшого размера. И начинаем прорисовывать свет по нашему объекту. Свет у нас падает отсюда, слева получается, поэтому с левой части мы начинаем рисовать свет. Чуть выше наших кривых мы создаем новый слой. Далее кликаем сжатым Ctrl по слою 0. Создается выделение. И к новому слою применяем маску. После этого мы берем опять-таки серый цвет. В режим наложения ставим умножение. Берем кисточку. И теперь прорисовываем тени по принципу со светом на слое 0. Тени прорисовали. И у нас получается вот такой вот интересный эффект. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Если так, за вами поставить лайк и написать об этом в комментарии. В описании под видео вы найдете ссылки на полезные видео уроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. У нас с вами был Виталий Мечуковский. Мы встретимся в следующих видео. Всем пока!